всем привет тема сегодняшнего ролика кража запасного колеса многие автовладельцы даже не подозревают что у них уже похитили этот элемент и обнаруживают пропажу только тогда когда пора прибегнуть к запаске ну например на трассе как же происходит похищение в реальности и как себя обезопасить чтобы ответить на эти вопросы мы проведем очередной эксперимент в котором ян попытается завладеть колесами долго искать не приходится почти на каждой стоянке припаркованы машины производители которых для расширения внутреннего пространства вынесли запаску за пределы салона автомобиля ось катушки лебедки находится в легкодоступном месте и при помощи стандартного инструмента производится разматывание механизма подъема колеса время не санкционированного демонтажа занимает менее одной минуты еще один способ демонтажа перекусывание троса на котором держится колесо опытный похититель имеющий сноровку делает это за пару секунд есть еще два другие способы завладения запаской но они отнимают большее время наиболее распространенное это скручивание и переход сбыт таких колес не составляет труда достаточно завладеть комплектом из четырех штук и можно подавать объявления в интернете такой вид кражи очень распространен на внедорожниках киа и hyundai нам очень часто приходится принимать эти машины в наших сервисах на восстановление после таких хищений причем автовладельцы не обнаруживают факт пропажи в течение многих месяцев ведь запаска хранящаяся под автомобилем особо не видна после кражи владельцу придется приобрести новую запаску ее стоимость 25 тысяч рублей восстановить механизм лебедки после перекусывания не получится а в дилерских центрах предлагается готовое решение за 24 тысячи рублей общая финансовая потеря составляет порядка 49 тысяч рублей так что же делать и как защищаться ни одна охранная зона сигнализации не спасет от такого вида кражи поэтому эффективнее всего использовать компоненты механического типа чтобы понять что защищать давайте посмотрим на основные элементы механизма крепления дополнительного колеса это катушка держатель колеса и трос все эти элементы являются уязвимыми для их усиления оптимальнее всего использовать дополнительную механическую защиту под названием фортус панцирь короб упор и кронштейн фиксатора механизм защиты устанавливается в течение 25 минут и требует доступа к днищу автомобиля процедура представляет собой защиту всех элементов крепления колеса от внешних воздействий установка защиты производится на срывные болты как вы успели убедиться вандальный демонтаж запасного колеса занимает несколько секунд более подробно о вариантах защиты вы можете узнать перейдя по ссылке в описании к данному видео с вами были эксперты угона нет следите вместе с нами за технологиями безопасности и отнесешь туда где ее взял на хера вот это вот возвращать обратно лучше он продать кого-нибудь